Федеральный государственный бюджетно-образовательное учреждение высшего образования Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Министерство здравоохранения Российской Федерации, кафедра лучевой диагностики, Консультативное заключение по МРТ пациентке 45 лет, выполненного 20 ноября 2019 года. На представленной серии МР-томограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности и МРА. Очаговых изменений не выявлено. Желудочковая система сформирована правильно. Гидроцефалии нет. Лейкомаляции не выявлено. Срединные структуры не смещены. Переваскулярные ликварные пространства не расширены. Субархноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо. Не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофис. Высота 4,5 мм. Диафрагма седла уплощена. Ножка чуть скошена влево. Структура неоднородная. С участком отчетливо низкого сигнала. Около 3 мм ближе к правой половине. Патология моста мужичковых углов не выявлена. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-селярная область и структуры задней черепной ямки без МР признаков патологических изменений. Миндаль на мужичка расположен на уровне большого затылочного отверстия. В зоне эпифизообразование не найдено. Структура коры не изменена. При МРА участков стенозов, аневриз и мальформации не найдено. Проекция моста мужичковых угла. Корешки восьми пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон. Симметрично, не утолщены. Придаточные пазухи носа свободны. Заключение. Патологии головного мозга не выявлены. Заведующий кафедрой профессор Холин А.В. Вопрос пациентки. Добрый день. Спасибо большое за оперативную работу. Второе мнение было более информативно, пригодилось для приема у специалиста. Но у меня есть вопрос по описанию. Если в заключении написано об отсутствии патологии, то внутри расшифровки есть такая фраза. Гипофиз. Высота 4,5 мм. Диафрагма седла оплощена, ножка чуть скошена влево. Структура неоднородная, с участком отчетливо низкого сигнала около 3 мм, ближе к правой половине. А разве это не является причиной для возможного образования? Аденома, например. На мой вопрос невролог не ответила. Может вы сможете рассказать, что же обозначает обозначенное отклонение? Пожалуйста. Ответ врача лучевой диагностики. Учитывая очень низкое качество изображения, я не могу считать это достоверным. Проверьте уровень пролактина в крови и если он нормальный, не придавайте этому значения. Если пролактина окажется повышенным, надо прицельно исследовать гипофиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова